Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, почему парень-одногрупник так странно себя ведёт в моём присутствии? Он нервничает, если как раз нет, но они улыбаются всегда серьёзные. В моём присутствии в автобусе надевают тёмные солнечные очки, и он неразговорчив, практически всегда инициатор разговора я, но когда мы общаемся, он внимательно в случае, если как раз клоняя голову в мою сторону. Когда я начинаю шутить, он не услышит полностью шутку, начинает громко шутить и улыбается в заседях, долго отвечает и холодно, сам не пишет, он не женат, 28 лет и мне. 28 лет и мне. Смотрите, я думаю, что... Такие вопросы. Вопросы, касающиеся именно того, как и почему кто-то другой ведёт себя как-то так, как-то вообще, являются неэтичными с точки зрения психологии, потому что мы не можем отвечать за других людей. Мы не можем комментировать действия других людей. Вот, мы не можем их обсуждать. Это запрещено правилами этики. Правила этики. Правилами этики запрещено. Кроме того, человек может и сам не знать, почему он так себя ведёт. Кроме того, вы даёте весьма съубъективную информацию о том, что происходит. То есть, вы даёте только то, что вам кажется важным. Но информации для того, чтобы дать какой-то обоснованный, хотя бы, ответ нужно больше и не от вас, но от человека. А человек, как вы понимаете, эту информацию не даст, ну, в смысле, сам, он её не даст, потому что он, по-видимому, не заинтересован в том, чтобы, ну, такую информацию предоставлять, он вообще, возможно, не знает о том, что вы, ну, как бы, обращаетесь к нам. Он вообще, может быть, даже не знает, что вы этого хотите, что вы, ну, что вы про него спрашиваете. Он вообще этого не знает. Скорее всего. И задача заключается в том, чтобы, чтобы вам разобраться в себе, не в, не в нём, а в себе. Чтобы, чтобы в себе разобраться, чтобы себя увидеть в том, что происходит. Как, как, как вы сами расцениваете его поведение, ведь вы же его знаете лучше. Как вы сами относитесь к человеку, как и у вас к нему чувства. Потому что очень часто то, что описывается в вашем тексте, например, является, ну, следствием, так скажем, именно следствием ваших собственных желаний, ваших собственных проекций, то есть того, что вы, эээ, как бы, чувствуете сами, но при, 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 эээ, приписываете другому человеку. Вот это очень важно увидеть. Как мне кажется. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать работу над собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok